Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы продолжаем разбираться с Кандинским. Для тех, кто не знает, что это, посмотрите наш предыдущий скринкаст. Там я рассказываю, что такое Кандинский и как его установить. Для тех, кто живет в будущем относительно сегодняшнего меня, посмотрите скринкаст о том, как редактировать в Кандинском контент, если он уже вышел. А для всех остальных рассказ о том, как в Кандинском можно изменить внешний вид и структуру сайта. Итак, для чистоты эксперимента я откатил сайт к первоначальному виду. Это несложно делается, в конце я скажу как. Вот перед нами сайт. То есть это еще не сайт, это все-таки шаблон. Нам предстоит сделать его уникальным, только своим. Для этого мы идем вот сюда. Промахнуться невозможно, настройте свой сайт. Закладок тут много, очень быстро пройдемся по всем. К сожалению, все они вам понадобятся в настройке сайта, но успокаивает то, что все действия предельно просты и понятны. Например, это место, где собраны полезные ссылки. Ну что может быть проще? Дальше будет чуть сложнее. Свойства сайта. Это самый верхний блок. Название сайта, описание сайта, текст заголовка. В данном случае, да и во всех случаях, это адрес и телефон организации и фав-икон. Фав-икон это то, что появляется рядом с названием вашего сайта в закладках браузера. Пока информация не обновилась, непонятно, что мы сделали. Неважно, сейчас увидим. Сохранить и опубликовать. Если не нажать эту кнопку, изменения не сохранятся. При этом, если вы соберетесь покинуть страницу, вас об этом предупредят. Так, дальше идем в оформление. Логотип. Выберем логотип и название. Это на тот случай, если у вас в логотипе нет названия организации. Ну, то есть не так, как в примере. Вот, кстати, у нас обновилась информация из предыдущего шага. Новый адрес, появилось название. Загружаем логотип. Он предлагает немного странно его обрезать. Не надо его так обрезать. О, обновилась. Класс. Даже, кстати, неплохо получилось. Новый адрес, новый логотип. Теперь цветовая схема. Что с цветовой схемой? На сайте три цвета по оформлению, три цвета шрифтов. Изменения видны сразу, а значит, вы просто можете менять цвета и смотреть, что получается. Не забывайте, что есть еще дополнительные страницы, там тоже происходят изменения. Теоретически, есть подробные инструкции по работе кастомайзера. Ссылка есть в описании к видео. Там расписано, какой цвет, за какие блоки отвечает. Но тут можно действовать и методом логического тыка. Сохранили. Дальше у нас главная страница. Блоки на главной. Что это? Это все, что под шапкой. Наша организация. Видно, что это вот этот текст. Первый под изображением. Его, естественно, нужно поменять на свой. Меняем, видим результат. Если вдруг нам не нужен блок, его можно удалить. Или переместить в любое место, это поменяет структуру сайта. Можно добавить новый блок. Подробнее о блоках и виджетах мы поговорим в третьей части, когда будем разбираться с контентом. Так, дальше. Заглавное изображение. Если вы еще не поняли, что это, сейчас поменяем и поймете. Добавляем изображение. Обновляется. И вот. Кстати, неплохо бьется зеленым цветом оформления кнопки помочь. Вообще, кстати, даже неплохо получается. Хотя я все делаю в реальном времени. И фотку я особо не выбирал и не задумывался о цветовом решении. Текст тоже понятно, да, какой я сейчас меняю. Сохраняем. Так, тут лучше ничего не трогать. Дальше. Ссылки на соцсети. Проставляете здесь ссылки на ваши страницы. В примере показано, что именно нужно. Нужно зайти на свою страницу и скопировать URL. Вставляем и вот тут появляется ссылка на Facebook. Соответственно, здесь нужно проставить все ссылки на соцсети, которые у вас есть. Давайте я еще ВКонтакт свой поставлю. Вот. Дальше блок призыва к действию. Это вот этот блок имеется в виду. Слушайте, надо поменять цвета. Ужас, вырви глаз. Сейчас отключусь, поменяю. Вот. Мне так нравится больше. Итак, меняем тексты. Тексты, кстати, здесь хоть и шаблонные, но выверенные. То есть именно это здесь и должно быть написано. Поэтому, конечно, нужно постараться изложить все своими словами, но смысл должен быть именно такой. Сколько именно мы собрали и кому и как мы призываем помочь или сделать пожертвование. Сохраняем. И идем в меню. Это все меню, какие есть на сайте. Вот это, например, главное меню. Это меню, которое расположено в подвале. Наша работа. Вот это. Мы можем, например, добавить новый элемент меню, то есть новую кнопку. Или удалить какой-то элемент. Подробнее о работе с меню мы также будем говорить в третьей части. Далее у нас виджеты. Это то, что в подвале. Вот текст о нас. Понятно, что это. Меняете адрес, видите результат. Политика безопасности. Любой блок можно удалить или поменять местами с другим блоком. И последнее, дополнительные стили. Это для тех, кто разбирается в сайтостроении. То есть, если вы знаете, что такое CSS, то вам объяснять ничего не нужно. А если не знаете, лучше сюда не заглядывайте. И вот. Такой у нас получился сайт. По-моему, очень симпатично. 20 минут работы. И последнее. Я говорил, что откатил сайт к начальному виду. Зачем? Не только для наглядности, а еще потому, что пока разбирался с настройками, конечно, что-то где-то у меня перекосилось. А что и где, я не понял. У вас может случиться то же самое. Поэтому вы просто идете вот сюда, выбрать другую тему, запускаете мастер настройки, проходите заново все шаги, о которых я рассказывал в первой части, и у вас абсолютно новый чистый Кандинский. То есть, всегда есть возможность откатить назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...